Сейчас появилась информация в сети, что Дэнни Байсаров добровольно вступил в ряды нашей армии и защищает родину в соседней стране. Так ли это на самом деле? Арбакайт и Байсаров едва успели познакомиться, как Кристина забеременела. Но чеченский бизнесмен не спешил сковывать себя узами брака с ветреной певичкой. Он ее сильно ревновал. К сцене, к популярности, к поклонникам и даже к членам коллектива. Так вспоминают сейчас очевидцы событий. Руслан Байсаров ястребом прилетел после концерта в ночной клуб забрать выпившую сожительницу. А когда увидел, как она кокетничает с танцором, швырнул ее в свободную гримерку. Охрана сдерживала всех, кто хотел заступиться за Кристину. А после этого инцидента она два месяца не появлялась на публике. Мама залечивала ее переломы и ушибы травками дома. До сих пор поговаривают за то, что Пугачева не обратилась в полицию. Примадонна получила роскошную квартиру на 500 квадратных метров в центре столицы. А расставание у Руслана Байсарова и Кристины Арбакайта обсуждала вся страна. Они не были женаты, но тем не менее остро встал вопрос о том, с кем будет жить их сын. Кристина боялась, что отец увезет мальчика на свою историческую родину в Чечню и будет там воспитывать его. А Байсаров переживал, что Арбакайта заберет Дэнни в США, ведь там она встретила мужчину всей своей жизни и вышла за него замуж. Заметьте, впервые. Суд постановил, что Дэнни может беспрепятственно жить с тем родителем, с каким пожелает. И до 18 лет Байсаров-младший проживал с мамой, но на территории России. Однако после своего совершеннолетия заявил о том, что хочет уйти к отцу, ведь мама все время живет в США, там у нее другая семья, а отец в Москве. Его отец Руслан Байсаров хотел, чтобы у Дэнни с детства было образование достойное мужчины. Так мальчик получил эти стат зрелости в элитной школе президент на Рублев. Потом стал курсантом кадетского корпуса и окончил Оксфорд в Лондоне. Многие подозревали, что на получении военного образования настоял отец Дэнни, но нет, юноша сам всегда выбирал, кем хочет стать. А недавно появилась информация, что внук Аллы Пугачевой, Дэнни Байсаров, со своим отцом отправился в соседнюю страну защищать интересы родины. А в ходе операции Руслан Байсаров потерял руку, а его сын был тяжело ранен. Мальчик находился в реанимации, и врачи долгое время боролись за его жизнь. И Дэнни, и Руслан Байсаров получат награды Героя России из рук президента. Однако подтверждение этой информации нет, а источники вызывают сомнения. А как вы считаете, Дэнни Байсаров действительно был на передовой у наших соседей?